Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня я вас приглашаю в бутик Кучинели. Да, я сходила в Милане в этот бутик. Их там три оказываются. Я надеюсь, что я все три посетю или посещу, как правильно сказать. А сегодня давайте вот этот вот посмотрим. Вот я начала. Там он трехэтажный. Это вам не Прага. Там одна комнатка. Вот. И злые тетки здесь. Нас ждет очень интересный обзор. Вот. Сразу прошу прощения. Сейчас мы идем по детскому залу. Вот первый этаж. Это детские вещи. Прошу прощения за съемки. Во-первых, я не взяла зарядку от стабилизатора. Во-вторых, я не умею пока снимать такие видео. Поэтому, ну, уж простите. Вот что есть, то есть. Извиняйте, скажем так. Ну, вот. Зато я рада, что я туда попала. Безумно рада. Вот пока по детскому ходим, я вам показываю. Скажу просто свое мнение сразу про обслуживающий персонал. Очень приятный. Очень корректный. Я сначала снимала вот так вот, как бы, втихаря-втихаря. А потом уже расслабилась. То есть, им совершенно не мешала моя съемка. Я себе расслабилась. Ходила. Все улыбались. Видели, что я снимаю. Никто ничего не сказал. Ни слова, ни полслова. Все было просто шикарно. Вот. Поэтому я этим походом довольна. Очень довольна. И вот еще такой интересный детский джемперок. И видели там в детском вот эта квадратная сетка. Тоже использован этот узор. И модель использована. Она точно идентична женскому, который у нас был в обзоре. Ну, это же не новая коллекция. Пока они допродают новых вещей. Я там не увидел, кроме вот этого жилета. Но вы его увидите там попозже. Вот такая у них даже сервировка. Какой-то Брунелла Кучинелли. И пледик там, и подушечки. Я так понимаю, это салфетки. Это все их. Возможно, не уверена про посуду. Но вот подушечки. Ну, очень атмосферно. Извините. Вон пледик, подушечки. Все очень красиво. Мне очень понравилось. Я получила позитивные вот такие вот эмоции, как, как сказать, заряд эмоций позитивных в этот раз. И я вдохновилась. Вот, правда. Вот первый, смотрите, я зашла в женский зал. Первый у нас вот этот жилет. Вот это, кстати, весна. Это новый. И вот на видео, вот я на него смотрю, и он не так смотрится, как вживую. Вот он и на сайте не так смотрится, но вживую он очень приятный, мягкий, притом держащий форму. Вот теперь мне его захотелось сделать. Как-то я... Это я еще поначалу чуть-чуть побаивалась снимать. И так вот, как бы останавливалась ненадолго. Паутинка. Классическая кофточка-паутинка. Что я... Джемпер у него на сайте есть. Тут, правда, не было джемпера. Ну, вот кофточка была. Вот. Вот этот джемпер, который уже тоже есть на сайте. Но вот что-то у меня не срастается с этим рисунком. Вот никак не срастется. Никак я его... Хотя и в интернете уже его как бы разгадали. Но, по моему мнению, это все никак и все не то. Вот. И пока я не разгадаю и не буду в нем уверена, я его не снимать, не вязать не буду. Вот этот жилет тоже новым узором я прошла, видите. Но я еще на нем остановлюсь, не волнуйтесь. Вот. Тоже из новой коллекции. Я вам сказала, что ничего из новой... Много из новой. Я же забыла, что уже появились новинки. Вот этот, как бы, кардиганчик-жилет. И он связан крючком... Не крючком, а спицами, кстати. На сайте пока не видела. Возможно, уже есть. Возможно, я что-то пропустила. Вот эти жилеточки, маечки есть этим узором, который я пока еще не разгадала. Ну, возможно, у нас все... Хотя мне не нравится. Вот. Далее джемпер, по-моему, этим же узором у нас идет. Вот. И этот узор, который бомбер девочки показывали в Телеграме. Вот видите, просто я иду, мне улыбнулись, махнули, и я пошла дальше. Ну, дергается камера. Ну, уж простите меня, девчонки. Ну, как умею. Ну, и с другой стороны, я бы не смогла со штативом там ходить снимать, чтобы со стабилизатором. Честно говоря, я бы не рискнула, и мне бы наглости не хватило ходить и снимать со стабилизатором. Я и так хоть на телефон снимала. Ну, может, я когда-то доживу до айфона, и будет лучше съемка. Вот этот джемпер тут. Лук у нас с шубейкой. Этот джемпер у нас из соседней коллекции. Там и полосатики были, и все. Ну, тут, конечно, выбор шикарен. Это вообще никак не сравнить с Прагой. Вот он наш джемпер с косичками. Он очень такой массивный, мощный такой. Вот. Я вот его чуть-чуть там приоткрыла, показать. Жалко, вы знаете, что не было как бы на манекенах этих всех изделий. Я что-то думала, больше на манекенах будет. Но я еще поезжу по другим. Еще два у меня есть на карте, как бы в Милане. Я думаю, что я еще туда сгоняю. Еще четыре дня у меня. Думаю, что их как бы нужно посетить. И вот, кстати, пушистик наш, пушистик, который мы собираемся вязать. И я рада, что я его увидела. Я его потрогала. Пайеток на нем нет. Пряжа на нем не толстая. Он воздушный. И молния, вы посмотрите, молния самая обыкновенная. Там какая-то кожаная висюлька нашита. Вот что самое главное. А мы тут заморачиваемся с молниями. Представляете? Ну, в общем, идем дальше. Я еще вернусь тоже к этому. Вот там вот спрятан кардиганчик. Ну, не рискнула я его туда залезть, посмотреть. Вот это мне было жалко, что не было вот так вот, как этот джемпер. Вот здесь очень красиво смотрится пряжа. И вы знаете, на что я обратила внимание? Все модели, вот все его модели, такие массивные. Ну, тоненькая вот только-то паутинка. Все-все остальное такое объемное, массивное и тяжелое, да? Ну, то есть, и притом оно держит форму. Вот что удивительно. Так, кстати, вот этот вот узор я вот посмотрела вблизи. Вполне себе ничего так. Действительно поперек связано. Вот. Вот, видите, я заглянула. Вполне себе. Ну, вон, говорили, что он в интернете уже кто-то его снимал. Ну и ладно, полосатики наши лежат. Вот, идем дальше. Женский зал, конечно же, самый большой, огромный зал. Ну, я сравниваю, опять же, с чешским бутиком. То это, конечно, небо и земля. И продавцы небо и земля. И выбор, понятное дело, тоже. Сейчас я иду к платью. Девчонки там в группе тоже в Телеграм это платье обсуждали. И всем оно нравится. И оно действительно смотрится шикарно. Действительно, камера не передает вот этого шика и блеска. Хотя со мной была подруга. И она вся в брендах. И она Кучинелли не поняла совсем. Она вообще зашла и вышла, ждала меня на улице, пока я поснимаю. Вот так вот. Вот. Ну и другие те вещи я еще, конечно, обзоры вам предоставлю. Вот те интересные идеи, как бы вот креативные такие интересные решения и вещи. Я все еще соберу, хочу поснимать и собрать в отдельное видео. Я это обязательно сделаю. Вот. Чтобы у нас было с чем работать. Кстати, вот эта куртейка тоже она у нас была в голосовании. Девчонки, она мощная. Она объемная такая, теплая. Вот на фотографиях на сайте она кажется такой тоненькой, чуть ворсистой. Нет, она прям такая шубка-шубка. Очень классная, между прочим. Но тут не букле, тут ворс какой-то длинный в ней, понимаете. Это какое-то длинношерстное букле. Вот. Вот этот джим-пирог. Это все актуально. Кстати, скидок никаких нет. Сезонных. В других магазинах они есть. Здесь скидок я не увидела. Вот. И, в принципе, я прошла весь зал. Вот сейчас я просто покажу вот это все на манекенах. Что у нас у них было, вернее, на манекенах, как образ. Да. Вот это наш кардиганчик. Жалко. Ну, я надеюсь, все-таки, где-то на манекене он все-таки будет. Или хотя бы на плечиках, чтобы я его получше рассмотрела. Здесь я вам сейчас добавляю ссылку на все мои социальные сети. Хочу напомнить, что только в социальных сетях у меня льготный доступ на все совместники. Вот. Поэтому обязательно нужно быть либо в Инстаграм, либо в Телеграм, любую сеть, которая вам как бы больше по душе, которой вы пользуетесь. Вот. А сегодня этот обзор я заканчиваю. Вот за этот жилет я говорила. Вот. На сегодня все. Всем пока-пока.